17 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня образования Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Магаданской области. В честь этого 22 октября в Управлении Федеральной Антимонопольной Службы по Магаданской области прошло торжественное собрание, на которое были приглашены первые лица города и области. Многих знаю лично, действительно всегда с первого момента создания Антимонопольного, далее реорганизации Федеральной Антимонопольной Службы, у вас всегда был хороший-хороший дружный коллектив, красивый, профессиональный, всегда приятно общаться. Мы осознаем, что даже если примут какое-то решение, которое нас не устраивает, главное, как это преподнесено, вежливо, тактично. Поэтому заслуга руководителей, всех, кто сегодня работает, и вашего сейчас, Марина Анатольевна, что у вас такой сложный коллектив. Мэр Магадана вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам ведомств, поблагодарив их за нелегкий труд, отметив их высокий профессионализм и важность обеспечения свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства страны. Грамоты и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в проведение антимонопольной политики сотрудники Магаданского ФАС получили от правительства Магаданской области и Магаданской областной думы. Свои поздравления коллективу передал сенатор Российской Федерации Анатолий Широков. Конечно, что касается рабочих моментов, несмотря на все вот эти перипетии хозяйственные, управление продолжало работать, работало и делало свою работу хорошо. Дела, которые рассматривались управлением в 2019-2020 году стали прецедентными, то есть стали примером для применения другими территориальными органами. Это дело в отношении ПАО «Аэрофлот», когда мы признали нарушением их порядок торгов, связанный с перевозкой грузов именно. И дело в отношении Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории, когда они завысили цены многократно по разным услугам. Поэтому такая работа, такие успехи, отмечаемые на федеральном уровне, конечно, я считаю, что это очень высокое достижение для такого маленького управления, как мы. Да, чего только не было за 30 лет. Громкие победы, смелые решения, преодоление трудностей, ежедневное решение непростых задач. За три десятилетия ведомство потерпело ряд изменений. Дополнялись функции, росла ответственность, менялся и сам коллектив с его руководством. А что сегодня? Сегодня в Багаданском ФАС трудится 15 человек под четким руководством Марины Анатольевны Романенко. За треть века грамотными специалистами ведомств произведена большая работа по формированию благоприятной конкурентной среды и эффективной системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Профессиональный коллектив управления, понимая возложенную на них ответственность, достойно выполняет свои функции, способствуя экономической стабильности и процветанию Колымского края. В fiience Уходи Вот Марины Приятно Вя leap Вялье Удач repetition Удач